Приветствую вас, мои зрители. Меня зовут Александр, и вы на моём канале. Сегодня я хотел бы, пока ещё мы не ушли в джунгли, познакомить вас с местными продуктовыми магазинами и ценами на продукты. А сейчас мы прогуливаясь по вечернему городку, где я сейчас проживаю. Кстати, вот я вижу очень необычное объявление. Сейчас хочу вас с ним познакомить и сказать, куда я сейчас дальше пойду. Нет, мы идём не к дохлой собаке, а мы вот смотрим, вот что мы видим, тайна перевоплощения. Друзья, вот я и сходил на эту медитацию, и что же я там узнал, что же увидел. А увидел я там Кришнаидов. Представляете, я впервые в жизни побывал на сходке Кришнаидов. На самом деле это очень так увлекательно, интересно было, забавно. Даже что-то новое я узнал. Но во время вот этой сходки, во время этих песнопений, в которых я, кстати, не принимал участие, во время этих молитв, этих Харе Кришне, Кришна Харе, там, и я тоже не принимал участие в этот момент, перебирая чётки, я читал свои православные молитвы, которые я знаю. Ко мне пришла мысль такая, что в чём заключается, и вы не поверите, о чём я думал, а я думал о блуде. В чём заключается блуд современный, блуд человека, блуд, каким он бывает и к чему он приводит. И мне на память пришла история моей одной знакомой, с которой я давно знаком, со школьных лет, со старших классов. Эта знакомая, зовут её, ну не буду называть, как её зовут, я с ней познакомился на дне рождения. Она произвела такое впечатление интеллектуальное, развитые достаточно девушки на тот момент. Очень интересные, с ней было проводить время, беседовать. У нас было очень много общих тем, очень интересная была, такая непосредственная была, такая клёвая. И в дальнейшем её судьба сложилась так, что она вначале, насколько мне известно, была впала в блуд физически. У неё было много половых партнёров, она при этом развлекалась, получала удовольствие. У неё было отношение к этому, то, что нужно получать от жизни всё, только приятные моменты, мгновения какие-то, чтобы получать. Такая философия, можно сказать, буддизма, такая мира, чтобы всё только для неё создано. Затем она получала, получает удовольствие, пойдёт дальше, она развивает духовные сферы, то есть познание себя, познание, использование нескольких религий, не зацикливаться на одной из религий. Вот это она пропагандировала. Очень интересно было развитие себя. Она отказывалась от работы, от наёмного труда, отказалась от работы, от наёмного труда в тот момент. Всё было клёво с ней даже в тот момент. Ну так, интересно было пообщаться. Но что было дальше? Недавно я встретил, не встретил, а стал переписываться с ней, мне просто интересно стало, что с ней произошло. В 38 лет, как и мне. И она меня, честно говоря, поразила. Вот это стремление к религии, к сниманию сливок с каждой религии, сниманию сливок со всего в жизни, оно приводит ни к чему хорошему, оно снижает интеллект. Интеллект, разум теряется у человека. Она, вот эта же моя подруга, к тем вещам, которые лежат на поверхности, вот эта мобилизация, война, какое-то событие в Казахстане, которые были, они лежат на поверхности причины, следствия их, и реакция, соответственно, на них. В принципе, для здорового мыслящего человека, они объективные, они логичные, они лежат на поверхности. Для неё это непонятно. Она, представляете, когда я с ней стал переписываться, и между делом сказал, слушай, подскажи, а Кейхни, она жила в Казахстане долгое время и продолжает жить, какие-нибудь туристические агентства есть у тебя знакомые в Казахстане, нам нужно было покупать тур, поездку, ну, слава богу, мы тогда это не сделали, не купили. Она сказала, есть. Я говорю, подашь телефон, номер? Она говорит, нет, я дезертирам не помогаю. У меня был этот шок. То есть, человек, который живёт в другом государстве, человек, который, женщина, которая не имеет права, не имеет права вообще судить мужчин за дезертирство, не дезертирство, и вообще это не дезертирство. Дезертир – это который оставил, который военный, который там служит, который принял присягу там, заключил какой-то контракт, и после этого он предал, оставил часть и ушёл. И то я вот лично не сужу, не берусь судить вот этих людей, которые так сделали. Я не был в их положении и не могу судить. Вот она судит этих людей. То же самое я могу сказать и про других женщин, про других мужчин, которые вот свой блуд, физически, кстати, физически часто переходит, вот этот блуд на этом примере, физически переходит в духовный блуд. Вот этот блуд в плане религии, в плане снимания сливок с каждой религией, какое-то приспособление, потребительское отношение к каждой из религий, и для них религия служит только для достижения их целей. Вот этот блуд, они реализуют в духовной сфере, и этот блуд приводит к негативным последствиям, к какому-то безумию, к какому-то трэшу, к какому-то вот такому зашквару, к какому-то отсутствию логики, к каким-то проблемам. И вот, кстати, моя знакома, в 38 лет самая главная проблема, что она считает при переписке с ней, это её внешность. Она зациклена на внешности в 38 лет. Ну, не абсурд ли? Потому что в 38 лет, мне кажется, человек должны волновать немножко совершенно другие вопросы. Это вопросы, наверное, например, поиска смысла жизни, своей цели в жизни, реализации в этом пространстве. Это в мире. Для религиозного человека это вопросы взаимодействия с Богом, приближения к Богу, познания Его, возможность этого. Как-то самореализация, ну, на крайняк там отношения с другими людьми, построение отношений гармоничных, реализация себя в семье, возможно. Ну, это инстинктивно, ну, хотя бы так. Ну, когда человек инстинктивно говорит, вот, самое главное, как я выгляжу, вот, как у меня, вот это всё, как это, ну, это, это вилла, это всё, занавес, тушите свет. И вот к этому люди приходят именно после того, как они духовно блудят. Вначале происходит физически вот это, смена половых партнёров очень часто. Они не могут, люди ошибаются, они думают познать любовь, либо какой-то инстинкт удовлетворить, но любовь так не познаётся. Любовь познаётся только в постоянстве, в постоянстве одного человека, одного мужчины. Ты только через, или женщины, через какое-то продолжительное время можешь познать, что такое любовь именно с одним человеком. То же самое и в отношениях с религиями, только в одной религии. Я не говорю, я не осуждаю другие религии. Каждая религия, да, она крута, но вот только познанием Бога в одной религии возможно познание, эффективное познание, потому что религия подразумевает собой какие-то плюсы, какие-то минусы, какие-то тяготы, невзгоды и какие-то хорошие моменты. Допустим, в христианстве это нужно бороться с грехами, бороться с внутренними какими-то вопросами, проблемами, заниматься саморазвитием каким-то, постоянно находиться в тонусе. И в то же время и плюшки, благодать Бога, благодать каких-то решений, каких-то проблем, даже не проблем потребительских, а какое-то внутреннее умиротворение, какое-то духотворение, вот это плюшки. И вот это вместе связано. А люди, которые так сметаются с религией на религию, они только получают, стараются получить только плюшки, а вот то, что касается труда, саморазвития, что касается какой-то работы над собой, вот это они упускают, это они убирают. То же самое, допустим, буддизм, дасизм, индуизм. Вот там вот эта работа над собой достаточно сложная, кропотливая. Еще неизвестно, где легче. В христианстве, буддизме, в иудаизме, в исламе, еще в каких-то религиях. Где это проще сделать? Я не знаю. Где-то проще, где-то лучше. Я не берусь за это судить, но везде сложная, везде это сложный путь. Вот эти люди, они этот сложный путь исключают и идут самым простым путем. И этот путь приводит, мне кажется, как я думаю, вот эта позиция, это позиция от лукао, позиция от сатаны, позиция от шайтана. Эта позиция, она сводит людей с ума, в безумие и в конечном итоге приводит к духовной смерти. Потому что только в одном, когда наши силы направлены только в одном направлении, не то, что в одном направлении, а с помощью какого-то одного инструмента силы направлены, достигается какая-то наибольшая эффективность. Вот я что хотел сказать. И да, и блуд, он сам по себе, вот духовный блуд, он очень, очень негативное влияние оказывает на людей, на души людей, разлагает их. И это является следствием физического часто блуда. Кроме того, физический блуд, он бывает еще мысленно. Очень многие женщины, очень многие мужчины даже встречаются со своим супругом, женой, мужем, взаимоотношениях с ним, они думают о других мужчинах, о других женщинах. Они ищут внимание других мужчин и других женщин. Это тоже самый блуд. И ничем он не лучше, чем вот физический блуд. Это умственный блуд. Они изменяют своим мужчинам, своим женщинам, вот мысленно. Вот что я хотел сказать. Поэтому следите за своими мыслями, следите за своими помыслами, думайте, работайте над собой, решайте внутренние проблемы, внутренние ошибки, прорабатывайте. В какой вы религии находитесь, в такой религии и находитесь, и старайтесь принимать. Вот сейчас я нахожусь в католической церкви. Да, я побывал, я православный, я побывал несколько раз на службе. Да, все клево, красиво, все хорошо, но эта католическая церковь, даже в рамках одной конфессии, она ко мне уже чужда и тяжело воспринимается. И то же самое про кишнаистство, тем более могу сказать трампурдизм, также парадосизм. Но это клево, конечно, я не осуждаю никого, но вот себе выбрал и мне проще так познавать мир. И это, я считаю, наиболее эффективно. И как показывает практика, вот люди, кстати, ремарка еще, под конец хочу сказать, такую ремарку, что отметить, что люди, которые вот, особенно вот эта женщина касается, когда они вот в поисках себя, вот здесь я очень много таких женщин встречаю, когда они находятся в таком поиске себя, в таком духовном якобы развитии. А на самом деле они просто ищут себе выгоду, ищут себе более благоприятные условия, какие-то приятные, заботятся только о своем комфорте. Вот эти женщины, они в конце концов до такой степени, у них шарики-зоэровики катаются, что они уже себя в конце концов воспринимают как божествами, богами, богинями. То же самое и с мужчин касается, когда мужчины тоже так же впадают вот в этот, в иллюзию, много религий, вот это все происходит, они думают только о себе, о своих ценностях, у них происходит, вот эти вот женщины, мужчины, им полное отсутствие эмпатии, они уничтожают полностью эмпатию, уничтожают сострадание, сочувствие, милосердие, переживание, сопереживание. Вот это все они, толерантность, они все уничтожают, и вот они впадают в такое, они воспринимают себя как божество, боги, они боги, частичка бога в них есть. И, к сожалению, это приводит тоже к безумию какому-то, к какому-то сумасшествию. Таким примером в истории может быть Александр Македонский, который возомнил себя в Египте, божеством, который отошел от своих греческих богов в ефологию Египетскую, возомнил себя божеством, и потом через какое-то время умер. Травили его, или что-то либо сделал, но он в конце по некоторым источникам сходил с ума, и вообще полный трэш творил. То же самое и в настоящее время мы можем быть свидетелем такого трэша. Потому что блуд, духовный он или физический, он ведет к безумию. и порчи своего тела, своего духовного тела, души своей. И поэтому, ребят, берегите себя, берегите свое тело, свою душу, свой дух, оставляйте его в чистоте. Всем добра, всем желаю. А мы идем дальше, и как я обещал, в следующем видео я расскажу, по каким ценам можно здесь питаться, и по каким магазинам, как мы затовариваемся, отовариваемся, затовариваемся, покупаем какие продукты, и что при этом мы делаем. Всем пока, до встречи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok